Нина Мозер, тренер по фигурному катанию, подопечные которой исправно пополняли олимпийскую копилку нашей сборной в Сочи, устроила открытую тренировку перед началом международных соревнований в немецком Оберсдорфе. Главным событием стало возвращение на лед пары Татьяна Волосожар-Максим Траньков, которые совсем скоро станут не просто коллегами и партнерами на льду. Максим сделал Татьяне предложение, и она его приняла. Роман Ашмухаметов наблюдал за счастливыми людьми. Прежде чем откатать программу на льду, ее надо пройти на паркете. Их утро начинается в хореографическом зале. Растяжка у балетного станка, пробежка, приседания и только потом исполнение элементов поддержки, подкрутки. Перед тем, как отправиться в раздевалку, чтобы сменить кроссовки на коньки, они еще раз критически отсматривают запись тренировки. Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков из-за травмы партнера не выступали с момента сочинских игр. Поэтому к их открытой тренировке приковано особое внимание журналистов. Пусть на фигуристах нет еще традиционных индийских сари и тхоти, по хореографии номера уже понятно. Их новая короткая программа посвящена стране чудес и основана на музыке фильмов, снятых в Болливуде. Специально для этого номера команда придумала для фигуристов новые поддержки и каскады. Там Индия и современный танец очень активно объединены и очень интересно смотрятся. Поэтому, ну, вот решили так. Увидеть короткую и произвольную программу зрители смогут уже в конце сентября в немецком Оберсдорфе. Именно там для фигуристов начнется новый сезон после большого перерыва. Каким будет их возвращение в большой спорт, об этом говорят с осторожностью. Как выигрывать канадцев или китайцев, мы, в принципе, с Таней не знаем. У нас задачи в этом сезоне другие. Нам нужно, главное, вернуться, выйти, показать свое стабильное катание. Наша задача – это вернуть в парное катание немного катания и артистичности, что там, хореографии. Пожалуй, больше всего, если и не в среде профессионалов, то болельщиков и фанатов уж точно сейчас обсуждают свадьбу Транькова и Волосожар. Она состоится 18 августа, о самой церемонии известно мало. Предложение руки и сердца Максим сделал Татьяне еще полгода назад новогоднюю ночь. 2015-й пара встретила на острове Бали. Боя курантов не было, зато был российский гимн, под музыку которого жених и подарил кольцо своей избраннице. На торжество уже, конечно, будет приглашено более обширное количество человек. И в основном это все, конечно, знакомые и взрослые люди, и работающие в Министерстве спорта, и непосредственно связанные с другой деятельностью. Ну, около 100, наверное, 15-20 человек у нас будет точно. Медового месяца у молодых не будет, и без того долго отдыхали. Нельзя выбиваться из спортивного режима, да и конкуренция растет. Свою программу во время открытой тренировки представляют еще одни чемпионы – Ксения Столбова, Федор Климов. В предстоящем сезоне эти спортсмены тоже нацеливаются на победу. Фигуристы решили сделать ставку не на экзотику, а на страсть и чувственность. Их короткая программа поставлена на музыку из нашумевшего фильма для взрослых «50 оттенков серого». Может быть, поэтому Ксения поменяла образ, коротко подстриглась и покрасила волосы. В спину вовсю дышат и не настолько, пока широко известные Евгения Тарасова, Владимир Морозов и Наталья Забиака, Александр Энберг. Все четыре пары занимаются в группе Нины Мозор. Конкуренция только на пользу. Это значит, что спортсмены будут совершенствоваться. Задача на сезон – участие в чемпионате мира. Впрочем, каждая пара уже сейчас начинает готовиться к зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Роман Шмухаметов, Станислав Борисов, Ренат Тимершин, Евгений Стриха. 5 канал. Москва.